Добрый вечер! Мы, как всегда, с молитвой продолжаем нашу учебу. Очень надеюсь, что интересную, увлекательную. И сегодня я хотел с вами в преддверии Песоха поговорить о нескольких моментах, связанных с праздником, но начать заранее, начать с закона, именно закона, установления времени. Интересно, что установление времени, календаря, это также является законом Торы. И, как всегда, очень бы хотелось проникнуть в смысл этого закона, а не просто назвать какие-то цифры и какие-то определяющие моменты. Мы с вами помним, что в Торе, в главе Бо, у нас дается заповедь. И вот-вот-вот я стараюсь поднять то, что нам нужно. Одну секунду. Теперь, секунду, я делаю share. Очень жалко терять время, но у меня это не получается быстро. Надеюсь, что виден текст. Мы видим текст с вами. И в главе Бо говорится, месяц этот будет вам началом месяцев. Первый он у вас из месяцев года. Это говорится в тот момент, когда Всевышний на первого числа месяца Ниссана, вечером первого числа месяца Ниссана, выводит Маше и Аарона ночью в темноте и показывает им рождающуюся Луну. В этот момент даются все законы, связанные с календарем. Отчет месяцев по Луне. Отчет месяцев должен согласовываться с лунным календарем. Мы представляем себе, что лунный год почти на 10 дней больше, чем лунный. Из-за этого примерно раз в три года появляется необходимость добавить один лунный месяц, добавляется второй месяц Атар. Надеюсь, что все хорошо это знают. Я просто напоминаю. И при этом день отсчитывается с вечера. Это также закон отчета времени. И ситуация похожа на то, что перед исходом, за две недели до исхода, прежде всего, как бы командир сверяет свои часы с подчиненными. То есть устанавливает одно определенное время. И понятно, что в древнем мире не было часов. А вот когда выходить, будет определено по Луне и по звездам, будет определено время исхода. День исхода и время исхода. Значит, часов установлены, часов сверены. Можно сказать в скобках, что, в принципе, созвездия, 12 созвездий, как говорят 12 знаков зодиака, они не играют непосредственной роли при определении установления календаря. Однако, каждому и каждому из созвездий соответствует одно из имен Всевышнего и соответствует одно из имен Колен. И созвездия наполняются также смыслом. Они определяют характер месяца. И каждому и каждому созвездию соответствует и колено, и символ колена, который изображен на знамени, и какой-то определенный камень. То есть, и смысл совершенно здесь другой. У идолопоклонников смысл времени был связан с божествами. Может быть, сейчас приведем пример. А здесь исход из Египта, он как раз исход, отрыв от чужих представлений, чужих религий в том смысле, что и созвездия месяца наполняются другим смыслом. Ну, давайте для примера, хотя я не планировал, но раз и говорили об этом, возьмем месяц Несан. Напоминаю, что это не имеет значения для расчета календаря, а такой некоторый смысловой класс нашего времени. Месяц Несан соответствует созвездию Овна. И мы не называем его созвездием Овна, не называем его этим именем. В Торе у месяцев есть только имена. Первый, второй, третий и так далее. И опять же напоминаю, что это отрыв от этого поклонства. Мы не даем ему название Овен. А мы говорим, что это месяц, который соответствует калену Рувена, его характеру. И Рувен, мы с вами помним, это Рувен. Смотрите, сын. Так Лея назвала своего первенца, как бы удивление рождения. И месяц Несан соответствует вот такой силе рождения, рождения нового. У Рувена на знамени были изображены мандрагоры, которые он нашел в поле. Это растение, по крайней мере, как утверждается в Торе, помогает женщинам от бесплодия. То есть, опять же, мы здесь видим силу рождения. И камень Рувена – Одем. Одем по гематрии – это как Адам, 45. То есть, мы, опять же, видим такой образ человека, рождения нового и так далее. Как бы можно еще много говорить. Образ рождения нового. Если у египтян это был месяц, связанный с богиней Астарты, и в этот месяц, как верили египтяне, богиня Астарта могла войти, соединиться с одним из животных из молодняка, только что родившегося Астарта. Это богиня, богиня Плодородия. И она могла войти в одно из животных молодняка, по вере египтяна. Они молодняк не ели, особенно в это время запрещалось есть молодняк, чтобы, не дай бог, не съесть богиню, там, скажем, да, вот, то мы видим с вами, чувствуем, как смысл времени переворачивается из идола, из образов, идолопоклонников богини Астарта. Она в кого-то вселяется, сила преплода рождается, молодняк и так далее. Мы видим, да, как бы перенос в такую, в нашу сторону, в человеческую. Колено Рубена, сила рождения, появление в мире нового, соответствует имени Всевышнего. Каждый месяц соответствует имени Всевышнего, только буквы несколько переставляются. И мы видим камень, камень Одем, который считается, что этот камень Рубин, да, интересно, что Рубен, Рубин, они очень созвучны. И вот камень Одем, он помогает, считается, при рождении, по крайней мере, Тора дает такой момент, что вот драгоценный камень Рубин помогает при женщинам родить ребенка. Вот мы видим целый образ образа у поклонников и наш образ, да, это тоже, как бы, исход и изменение, изменение времени. Теперь, другой момент, я, может, начался с второстепенного, да, другой момент, который связан с изменением отчета времени. Время мы начинаем считать, начинаем считать с вечера. Первая причина, это так, в Торе написано, да, и был вечер, и было утро. Так происходит творение. Но нам нужно понять смысл. А почему в Торе? Ведь Северное все равно как творить. Пусть бы он творил сначала день, а потом вечер. Нет, говорится, да, и был вечер, и было утро. Да, дело в том, что, как бы, этот порядок, сначала вечер, потом утро, он нас учит тому, что все творение, оно, все творение, оно продумано. Может быть, для Всевышнего это не важно, когда мыслить, когда думать и так далее, но человеку он показал, да, что в человеческой жизни мы знаем, что, особенно в древнем мире, вечер – это время, когда человек может дома, он освободился от трудов, он может подумать, он может составить планы на завтра, да, а днем он начинает работать. И также и здесь подчеркнуть, что все творение осмысленно, каждая его деталь, которая сотворена в каждый определенный день, она осмыслена. Есть мысль Всевышнего, есть мир мысли Всевышнего и есть творение. Каждый раз останавливается творение, есть пауза, привносится новая мысль, да, и творение продолжается. Мысль сначала, потом действие. И мы также считаем время, идем за Всевышним, мысль сначала вечера, потом действие. Более того, да, это, кроме того, что мы как бы идем за Торой, да, кроме того, это, скажем, время, отчет времени свободного человека. Да, раб считает, раб считает свое время от утра до вечера. Он встает утром, начинает работать, начинается вечер, он подходит к ночи, он берет кусок хлеба, всегда ложится спать, встает опять утро-вечер. Утро-вечер – это ритм, временной ритм раба. У свободного человека вечер, утро, все продумано, можно подумать, составить планы. Да, и у свободного человека есть вечер, он не боится, допустим, встать немного позже, да, то есть у него есть вечер. И вот этот момент, как бы временной момент, мы видим, что время, оно само освобождение от идеи до поклонства, выход из рабства, да, все исходы из рабства, отказ от рабства, переход на другой ритм – это тоже процесс освобождения. Но есть здесь еще один колоссальный, грандиозный момент в таком отчете, отчете начала отчета месяцев, когда появляется новая луна, первый, как бы, первый серб новой луны. Почему-то неожиданно, почему-то неожиданно Медраж нам говорит, что Маше, и Маше было трудно увидеть месяц, который показывает ему Всевышний, да. Всевышний как бы пальцем, вот это пальцем Всевышний показал ему месяц, да, который в таком состоянии месяц можно будет освещать, да, когда, или начинать отчет месяц, первый день месяца соответствует появлению первого, первого такого тонкого серба луны, и вот Всевышний ему показывает, Маше трудно это увидеть, да, тогда Всевышний ему помогает, помогает увидеть, показывает ему пальцем, да, и говорит, вот такой месяц увидишь, и тогда освещает, да, очень странно, да, потому что человек с хорошим зрением, с обычным зрением, он все-таки может увидеть первый нарождающийся серб луны, да, в общем-то это для него не представляет особой трудности, значит, речь идет о каком-то другом видении, Всевышний что-то еще хотел показать Маше, хотел показать Маше, и вот мы с вами в Таили, в Псалме царя Давида, да, в 36-м Псалме мы читаем, Ибо в свете Твоем виден свет, да, оказывается, да, что свет, который мы, свет, который мы обычно видим, он скрывает еще какой-то другой свет, И есть люди одаренные, духовно одаренные, с духовным видением, которые могут, как Давид, царь Давид, увидеть этот свет. Еще один момент, который нам указывает на то, что в начале месяца происходит что-то необычное. Мы берем с вами из трактата Сангидрин, из 42-го листа, да, и здесь мы с вами читаем, да, Раби Аси сказал, всякий, кто произносит благословение Всевышнему за дарование нового света Луны в положенное время, Мы знаем с вами, что есть такая заповедь, и душ ливана, да, что все то время, пока Луна, пока Луна нарастает, Пока ее свет становится больше и больше за дня в день, можно выйти и произнести благословение Всевышнему, сотворившему светило, сотворившему Луну, вспомнить о том, что говорится, что в начале свет Луны был равен свету Солнца, и что в будущем мы ожидаем исправления мира, и что мир вернется в таком состоянии, когда свет Луны будет равен свету Солнца, и так далее, и так далее, не вдаваясь в подробности, есть у нас такое благословение в начале месяца, месяц, напоминаю, мы начинаем отчитывать от самого первого луча, самого первого серпа, скажем так, да, с тонкой полоски, появляющейся в виде серпа, а через три дня, когда свет становится немного больше, можно сказать, благословение, вот, дождь называется Кедужа-Ходыш, и до того времени, практически до, обычно, не всегда, но обычно до 14-го числа месяца, когда Луна нарастает, можно сказать, это благословение ночью, когда мы видим свет Луны, Кедужа-Ходыш называется, да, благословение в начале месяца. Вот Робианзе говорит, что тот, кто говорит это благословение, предварительно, конечно, посмотрев, взглянув на Луну, он бросит на нее взгляд, да, он, что такое, да, всякий, кто говорит, призносит благословение, здарование нового света Луны в положенное время, то есть человек говорит в положенное время, да, удостаивается созерцание света божественного присутствия, да, и об этом освящении месяца сказано, этот месяц будет вам началом месяца, да, а о том моменте, когда евреи приходили через море, и расступилась не только воды, но и небеса сказано, это Бог мой, и воспою его, да, то есть здесь Раби Аси подчеркивает, что в этих отрывках есть одинаковые слова, этот и это, да, и слово это, зе, да, а Ходыш от зе говорится, да, этот месяц, слово зе, это, всегда указывает в Торе на то, что перед нами что-то, на что можно показать пальцем, и вот если пальцем можно показать на новый нарождающийся месяц, то на море сыновья Израиля могли показать пальцем как бы на Всевышнем, потому что им открылась пророческая картина, они видели то, что видел в свое время их эскели, поэтому Раби Аси делает такой вывод, вот при освящении месяца сказано, зе, месяц, да, этот месяц, и на море сказано, это Бог мой, поэтому я могу сделать вывод, что при освящении месяца человек удостаивается содержать, созерцать свет божественного присутствия. Вывод может быть формальный, можно сказать, что он натянутый, можно сказать, что одно притянуто к другому, это не важно. И мудрец, самое главное, что он хотел сказать, что при освящении месяца происходит что-то необычное, похожее на, не похожее на раскрытие божественного присутствия, на такое сильное божественное присутствие, которое было при переходе через море. Как нам себе представить, о чем идет речь? И Давид сказал, что в свете поем виден свет, и Маше затруднялся увидеть серп луны, когда он не должен был затрудняться, и раби Аси намекает нам на то, что происходит нечто необыкновенное, необычное, когда человек произносит благословение Всевышнему за нарождающуюся новую луну. Секрет здесь такой. Мы с вами говорили, когда мы с вами говорили о Миноре несколько раз, и говорили, что по своей идее, как бы Минора, она могла гореть очень долго, потому что ее не то, что очень долго она могла гореть постоянно, западная свеча могла гореть постоянно, и, в общем-то, так и было до времени Шимона Цадик, до времени Шимона Праведника, что священнику, который зажигал Минору, ему не нужно было пользоваться другим огнем, он зажигал от той Миноры, от той лампады, которая продолжала гореть, зажигал остальные лампады. То есть, по крайней мере, одна лампада, она продолжала постоянно гореть. То есть, и мы можем представить себе, скажем, что есть такое понятие, скажем, в радиотехнике, допустим, несущая волна, есть волна, назначение которой, это то, чтобы на нее накладывалась другая волна, чтобы на нее накладывалась другая волна. Первая называется несущая, вторая – волна, которая связана с ней. Также мы можем представить себе, что нам очень трудно, а можно сказать и невозможно увидеть первозданный свет, свет бесконечности. Но иногда мы можем соприкоснуться с ним, подойти к нему как бы очень близко, и когда это происходит. Вот можно представить себе, для того, чтобы большой духовности, великой духовности, которая, в общем-то, не соотносится с материальным миром, или плохо соотносится с материальным миром, для того, чтобы ей войти в материальный мир, ей нужна какая-то несущая, вот нужно за что-то зацепиться. Свету нематериальному нужен материальный свет. Причем нематериальный свет при этом должен быть очень, скажем, маленьким, слабым. Или у него должна быть динамика, постоянное рождение, зарождение этого света, тогда через него может быть, может быть, мы можем соприкоснуться, как-то почувствовать отдаленно. Наша душа может почувствовать свет бесконечности, который входит в этот мир. Поэтому месяц на Иврите называется ходыш, от слова ходаш, что-то новое. Каждый месяц раздается что-то новое, что происходит. В мир входит новый потенциал. Потенциал, который дается через такое, скажем, соприкосновение светом бесконечности. Соприкосновение за счет того, что как бы... А тут очень трудно подбирать слова, может быть, и не существует этих слов, но я прошу как-то включить ассоциативное мышление. Вот мы представим себе, что за счет того, что бесконечный свет накладывается на свет, связанный с материальным телом, в данном случае с Луной, и при помощи как бы этого света, нарождающегося света Луны, он входит в этот мир, приближается к нам. Это смысл вот этого закона освещения месяца. Надеюсь, что теперь нам более понятно, почему Маше было трудно увидеть свет, почему Всевышний должен ему был показать пальцем свет новой Луны, оказывается, дело не совсем в свете материальном, новой Луны. Мы понимаем строчку из Псалма 36, где Давид говорит, в свете вдвоем виден свет, и мы лучше с вами понимаем Раби Аси, который говорит, что тот, кто говорит благословение при зарождении Луны, он удостаивается созерцать божественного присутствия. Раби Аси, может быть, говорил о редких людях, стоящих на пороге, как бы близко очень к пророческому дару, но, тем не менее, влияние этого света обязательно-обязательно есть. Есть еще целый ряд моментов, связанных с законом Тора, когда, скажем, зарождающийся свет, рождающийся свет очень важен. И мы теперь понимаем, почему он очень важен, потому что вот, как бы, такой слабый свет, он помогает, слабый материальный свет, он становится несущей такой волной для света бесконечности. Здесь я на секунду остановлюсь и спрошу вас, что хочется обсудить и что хочется представить себе, уточнить. Если нет вопросов, мы с вами, конечно, пойдем дальше. Но я жду, что можно сказать. Пока вы думаете и размышляете, я хочу еще раз сказать, мне кажется, что этот пласт понимания, пласт понимания Галахи, он в наше время, он наиболее важен. Мы не можем продолжать изучать Тору и соблюдать закон, и изучать закон, не соприкасаясь со смыслом. Конечно, смысловая часть, она очень трудная, она часто требует ассоциативного мышления. Каждый человек должен пропустить это через себя, найти что-то, как бы, внутри себя, то, что согласуется, соответствует, созвучно той информацией, которую он получает. Обязательно будут пропустить через себя, продумать, иначе это изучение, оно имеет мало смысла. Мы помним, что в первом псалме говорится, что о праведном человеке, говорится, и размышляет он о Торе Всевышнего днем, и стремится он к Торе Всевышнего днем и ночью, и размышляет о Торе его, и размышляет к Торе Всевышнего, стремление его, и о Торе его, он размышляет днем и ночью. Здесь комментаторы, в частности, Мольбим и трактат Таанит подчеркивают разницу, что есть человек, который стремится к Торе Всевышнего, и есть человек, который размышляет о Торе его днем и ночью. Если человек только стремится к Торе, то она остается Торе Всевышнего. А вот если он размышляет над Торой, размышляет именно на постоянной днем и ночью, она становится его Торой, которую он как бы приобрел, пропустил через свой личный опыт. Он соотносится с ней, сопереживает, как бы сопереживает, так можно сказать, ту информацию, которую он получил. Вот это как бы смысл этой учебы, то есть мы можем затронуть что-то, я в надежде, что вы потом обдумываете что-то и так далее, мы сможем с вами продвинуться тогда дальше. Есть что-то, что хочется сказать? Если нет, то мы с вами двинемся, мы постараемся смеет двинуться дальше. Равзиев, скажите, пожалуйста, а вот как евреи относятся к луно-солнечный календарь, именно вот как начатие дел, допустим, вот когда луна растет, или, допустим, когда убывание, то есть как бы как у евреев, как правильно оно? Мы, как правило, мы говорим, что как Эйнли и Удим Мазак, у евреев нет созвездия, созвездия не властны над нами, и мы не обращаем особо внимания на созвездия, мы не задумываемся над тем, когда человек родился, в какой месяц и так далее. Я бы сказал, что, хотя есть в шелка на руки посылка, как мы помним, что в месяце Аб нужно задевать никаких споров с неевреями, а в месяце Адар, он наоборот благоприятный для евреев, но вот это все и есть как бы все посылки, связанные с созвездиями, которые мы можем найти там, скажем, шелка на руки в законе. То есть это информация о, скажем, созвездиях, о месяцах, и она скорее для такого понимания, понимания мира, есть, так можно сказать, устройства мира, соотношения, то есть, да, как бы человеку посмотреть на мир и почувствовать или понять даже, что весь мир, что он связан с именами Всевышнего, что перестановки букв именем Всевышнего, они связаны с созвездиями. Об этом очень много говорит книга Сефирьицера, книга творения, вот, дает эту систему месяцев. Но никто не предлагает пользоваться этим практическим. Мы знаем, что, мы знаем, скажем, что, ну, допустим, есть такое понятие каббала и есть понятие практическое каббала. Практическое каббала – это вещь, как, скажем, не то, что малоприменяемая, да, может быть, за каким-то редким исключением это просто вещи запрещенные. А зачем тогда каббала? Ну, понятно, зачем каббала проникнуть в, как бы, в тайны мироздания, укрепить свою веру, научиться видеть мир такими духовными глазами. Для этого нужна эта информация. А конкретно мы с этим не соотносимся. Сказать, что вот именно в Рош-Ходыш надо начать новое дело. Нет, мы это не говорим. Есть какое-то вот такое благоприятное число, чтобы начать новые дела, начать новый бизнес или жениться и так далее. Нет, мы с этим не соотносимся. Вот мы не стараемся угадать характер человека по дате и месяце его рождения. То есть эта информация остается для нас такой сугубо, скажем, сугубо теоретической, помогающей нам понять то, что называется Макшевит Исраэль, как бы еврейскую мысль, мысль Тори. Ну, ни в коем случае не применяют практически. То есть, и также вот натальные карты, да, тоже вот это вот не приемлется. Еще раз? Никакие предсказания, никакие определения характера человека по каким-либо предметам, гаданиям и так далее, все это считается неприемлемым. Да, и у нас есть заповедь в Торе, тамин тиге и мгашем и локеха, будьте прост с Богом твоим, полагайся на Всевышнего, да, и не занимайся гаданиями, потому что в любом случае все равно все может измениться, все зависит только от твоей молитвы, от твоего раскаяния, от твоего искреннего стремления ко Всевышнему. Все может перемениться так, что вместо того, чтобы гадать, лучше заниматься духовной работой, да. Но представить себе, что каждый месяц как бы творение обновляется, и мы стараемся с этим соотнестись, да. Вот, и у нас есть благословение, и почему, скажем, мы отчитываем месяцы по Луне, не, скажем, да, не только по Солнцу, и не столько, месяц вообще отчитываем просто по Луне, да. И год начинаем с Луного месяца, вот почему это так, мы с вами можем представить, да, что есть каждый, каждый раз есть момент сильнейший, когда новый потенциал входит в мир, да. Теперь, да, вы, наверное, слушаете в телефоне, рекомендую, это Натан отвечает, я просто соотношусь тут с чатом, да. Можно прибавить громкость, спасибо. А, это Натан отвечает. Давайте, я просто боюсь сейчас включать уже, я, видите, я попробовал без наушников, да. Скажите, мне слышно хорошо, более-менее? Да, мне слышно нормально. Те, кто слушают в мобильных устройствах типа телефона, там очень слабые динамики, правильно слушать в наушниках, то бишь. Окей, хорошо. Спасибо, хорошо, слушайте. Спасибо, Равзи, спасибо. Так, надеюсь, что мы с вами ухватили какие-то важные принципиальные моменты и можем двигаться дальше. Вы мне разрешаете? Мы тогда продолжаем, хорошо? Так, возвращаемся, а может быть и нет, может быть, давайте. Теперь мы подходим с вами к Песоху и поговорим о Песохе и опять же о такой внутренней составляющей этого праздника, смысловой составляющей праздника. Давайте, с чего мы подойдем, как бы, с чего мы начнем. Можно представить себе, что главной заповедью пасхального вечера является, в общем-то, даже не еда мацы, даже не еда пасхальной жертвы, хотя это очень-очень-очень важно, а является рассказ, да, рассказать пасхальный вечер, и именно ребенку в исходе является важнейшей заповедью. И мы знаем, что говорится, что если собрались мудрецы Торы и есть ребенок, то не следует разбирать тонкие вопросы закона праздника, а следует все внимание обратить на ребенка. Давайте попытаемся представить себе, прежде всего, рисунок, как бы, этого праздника, представим себе, в каком плане. Мы знаем с вами, что у нас есть два основные момента, кроме рассказа о выходе из Египта, и есть два основные момента, на которые мы постараемся обратить внимание, это пасхальная жертва и маца. Давайте, опять же, попытаемся представить смысл этой заповеди, этих двух заповедей, пасхальная жертва и маца. Сегодня пасхальную жертву мы не приносим, но, тем не менее, если мы о ней говорим, если мы о ней упоминаем в пасхальный вечер, то, безусловно, нам это засчитывается в духовном мире, как принесение пасхальной жертвы, потому что мы сейчас ее не можем принести. Так изучение, упоминание о ней, оно очень-очень важно, в какой-то степени компенсирует саму жертву, так же, как молитва наша, как мы с вами говорили, неоднократно молитва, которую мы произносим три раза в день, она в какой-то степени компенсирует жертвоприношение, так же и упоминание о пасхальной жертве, и изучение того, что связано с ней, оно так же хотя бы частично компенсирует нам принесение пасхальной жертвы. Так какой же смысл этих заповедей, вот таких как бы ключевых две точки, пасхальная жертва и еда мацы? Исход из Египта, как мы представляем с вами в Египте, это был исход, скажем, на, может быть, основной момент, это вы, я просто сейчас как бы затрудняюсь сказать, где тут основной момент, наши мудрецы спорили, что было главным в исходе, это духовная его составляющая или то, что, или физическое, то, что встали и пошли ногами. Но давайте мы не будем решать этот спор в Талмуде, эти сложные проблемы, мы представим себе, что и то, и другое важно, а на протяжении поколений за пасхальным столом мы не совершаем никакой исход физически, а мы стремимся, и вспоминая об исходе из Египта, совершить исход духовный. Вот духовный исход в плане пасхальной жертвы, образ пасхальной жертвы – это отделиться от внешнего влияния народов мира, отделиться от чужого влияния, отделиться от влияния, которое так или иначе, влияние со стороны народов связано с идолупоклонством. Мы представим себе пасхальную жертву, ее, скажем, смысл в Египте. В Египте, как мы помним, нужно было взять именно вот в месяц Овна, в месяц Астарты, в месяц, который связывается с плодородием, рождением молодняка, нужно было взять ягненка или козленка, провести их на глазах у египтян и зарезать, и зажарить на улице по печи, в которых жарили пасхальную жертву, делаясь на улице, зажарить целиком, так, чтобы было видно, что ты жаришь не просто кусок мяса, а жаришь козленка или ягненка. И таким образом образ этой жертвы – отказ идолупоклонства демонстративный, когда ты показываешь египтянам, окружающим тебя, что ты готов зажарить и съесть их идола. Конечно, сегодня нету египтян, но нету египтян и нету этого древнего идолупоклонства, но время меняется, а смысл остается тот же самый. Если бы сегодня стоял храм, и мы приносили бы пасхальную жертву, и даже когда не стоит храм, а мы просто упоминаем пасхальные жертвы, мы стараемся подумать о том, как нам вычленить чистые идеи Торы, которые очищены от влияния народов мира, от их представлений, как их получить, как бы прийти к ним в таком чистом, не загрязненном, не подернутом пеленой виде. И это особенно важно в период собирания рассеянных, возвращения сновей Израиля на свою родину, потому что раби Леезер, великий мудрец в Талмуде, говорит, что все, кто проживают за пределами земли Израиля, они занимаются и долопоклонством разрешенным образом. Естественно, это такая шутка мудреца. Иногда мудрецы употребляют странные выражения, для того, чтобы мы задумались, поскакили бы и спросили бы, ну как же так, неужели есть разрешенный способ заниматься долопоклонством? Конечно, нет никакого разрешенного способа заниматься долопоклонством, просто Рави Леезер говорит, что неизбежно любой человек, который проживает среди народов мира, под чужой властью, он неизбежно оказывается под влиянием мудреца, 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 идеи, которые чужды, идеи, которые чужды Тори. И отказаться от этих идей совершенно необходимо. Это пасхальная жертва в наше время. Если в не еще раз я возвращаюсь, если период исхода из Египта конкретно противопоставить свое действие всем тем теориям, представлениям, которые есть у египтян, что в молодняк может селиться богиня Астарт, и в этот месяц запрещено есть молодняк. Вообще египтяне стараются устраняться от мяса и от молодняка, но в этот месяц особенно вдруг какого-то козленка войдет Астарта. То есть противопоставить свое действие, взять и съесть этого козленка то, что запрещено делать и другим поклонникам из-за их ложных представлений в месяц, когда по их представлениям господствует богиня Астарта. Это было в Египте, было совершенно конкретно. В наше время идея осталась та же самая. Постараться постараться выйти за пределы чужих идей. Вернуться к Торе, к идеям Торе. Вот есть много самых разных моментов. Один мы может быть с вами затронули, что быть уверенным, что никакие предсказания, связанные со звездами, нас не влияют, никакие предметы мы не верим, мы полагаемся полностью на всевышнего. Скажем, это один момент. Есть еще очень важный момент. Вот я бы сформулировал так. Это в качестве примера просто, что значит отделиться от чужих идей. У нас развилось такое представление, что якобы должен кто-то прийти, какая-то личность поддающаяся, святая, должна прийти и сделать за нас все. И начать новое время, собрать рассеянных, построить храм, или наоборот как есть построить храм, потом собрать рассеянных и так далее. То есть есть упование на какую-то личность, которая придет и сделает все за нас. Это упование оно как бы родилось в галуте и здесь есть некоторое смещение понятий, что очень характерно для галута. Берется истинное понятие, оно смещается. Понятие машиаха. Вот очень часто произносят, ссылаются на бама, на маймонида и говорят, что я верю в полный веру, в приход машиаха и если он задерживается, то я буду ждать его каждый день, что он придет. Очень хорошо, я с этим полностью согласен, не знаю, был бы ли согласен рамбам с тем смыслом, который вкладывают его слова. Для того, чтобы понять, что такое машиах по рамбаму, должен понять, что такое машиах по рамбаму, нужно заглянуть в законы царя, где он пишет, что машиах это тот, кто построит храм, установит законы Торы в государстве, соберет остаток рассеянных, а если у него это не получилось и он умер, или он пишет, что он был убит, мне кажется, рамбаму, что он был убит, то это явное признак, что это не машиах. То есть для рамбама машиах это человек, который встанет во главе народа и человек обычный без с рамбамом об этом пишет несколько раз, что нет у него никаких необычных признаков у этого человека, это руководитель народа, который подведет народ к строительству, раму, собиранию рассеянных, к установлению в стране законов Торы, это есть машиах, то есть не чудотворец, обладающий какими-то чудесными свойствами и тем более нельзя требовать Торы, чтобы он верил в какого-то чудотворца, необычную личность и в этом было наше спасение, это совершенно чуждые нам идеи, уверуйте в какую-то личность, необычную, что она придет, и это само по себе приблизит нас к спасению, и надо ждать этого, надо ждать этого спасения, и ничего как бы не делать, нельзя ничего делать, пока такая необычная личность не появится, это совершенно чуждые нам представления, я уж не говорю, не хочу называть конкретно откуда они взялись, я думаю, что каждый может это почувствовать, они просто пришли и затуманили наши представления, четкие совершенно представления, которые у нас были всегда, что все делать нужно своими руками, первый шаг мы всегда должны сделать сами, а дальше уже может быть помощь небес, обязательно должна быть помощь небес, но первый шаг мы должны сделать сами, и мы помним, что и в море не раступилось до тех пор, пока Нахшонбен-Ибанад не вошел в море, и Всевышний не, как говорится в главе Бышалах, Всевышний не повел сыновей Израиля короткой дорогой, а повел их вокруг, потому что может быть сыновья Израиля увидят войну и увидят войну и испугаются, и у нас возникает вопрос, если Всевышний обещал дать землю, даровать нам землю, ну и что-то с того, что сам я Израиль испугаются, мы представляем себе, что Всевышний может принести чудо, может сделать чудо, может прогнать все народы, они побегут перед нами, но при одном условии, что мы будем делать первые шаги, мы не обратимся обратно, и мы не побежим, а мы пойдем вперед, тогда он сделает чудо, да, то есть как бы в этом весь смысл иудаизма, что мы должны проявить себя, проявить свою веру действием, а не верой в том, что придет кто-то и через него совершатся чудеса, и мы только потом пойдем за них, то есть за ним, то есть совершенно чуждое нам представление. Есть много представлений, как мы понимаем, современный мир навязывает очень много ложных представлений, о которых нужно было бы отделиться, непротивление зла насилию, то, что непротивление зла насилию, то, что применять силу, это плохо, почему плохо применять силу, не должен защитить себя, почему плохо применять силу, для того, чтобы исполнить важнейшие заповеди защиты сыновей Израиля и завоевания земли Израиля, эти представления, они преследуют нас, считается, что во многих религиозных кругах считается, что служба в армии, она служба в армии для человека, который изучает Тору, она вообще запрещена, то есть рождается такой образ, что человек святой, знающий Тору, он должен быть свят, должен быть устранен от разных дел, тем более не находиться в компании, скажем, религиозных людей, быть от них подальше и так далее, совершенно неверные представления, которые противоречат Торе, Тора обязывает всегда и при любых условиях защищать сыновей Израиля и ни в коем случае не говорится, что Тора нас защитит, опять же, какое-то чудо, мистическое мышление, что мы будем изучать Тора и нам придет защита. Нет ничего подобного. Однажды к Равзевину, одному из самых величайших мудрецов начала XX века, ему обратились с вопросом молодые люди или молодой человек один, что не лучше ли учить Тору и это будет защищать сыновей Израиля. Он ему сказал так, возьми свою Тору, учи ее в армии, она будет защищать и тебя и других. Это был его ответ. Есть очень много всего на основе и то, от чего нам нужно было бы отказаться, вернуться к истинным понятиям Торы. К истинным понятиям Торы и пасхальная жертва нам напоминает о том, что это нужно сделать. И тут нужно вспомнить, что все наши праздники это не только воспоминания о прошлом, В какой смысл воспоминания о прошлом? О прошлом имеет смысл вспоминать только в том случае, для того, чтобы сделать выводы на настоящий момент, для того, чтобы уроки прошлого перенести на сегодняшний момент. Еще можно представить себе, что современный мир, если можно назвать миром постмодернизма, он подталкивает человека к тому, чтобы быть индивидуалистом, смотреть только на все субъективно со своей точки зрения и подталкивает тому, что человек замыкается сам в себе. вот это влияние как бы тоже необходимо было бы при современного мира, это влияние необходимо было бы преодолеть. Или скажем другой пример, что Раф Кук, как вы помните, как мы с вами тоже изучали, он пишет, что землю Израиля нельзя понять с точки зрения рациональной, рациональное мышление не позволяет понять землю Израиля, делать выводы о том, как здесь должна строиться жизнь, политика, это невозможно, исходя с рациональной точки зрения, только с учетом того, что здесь живет народ, у которого есть огромная, высокая, общая душа. С этого начинает свою книгу урод. Давайте я заглянул в чат. То есть личная ответственность, свобода, воля, все это предписано Торой. Амулеты, красные нити, которые называют кавилистическими силами, это просто коммерция. Я всегда очень осторожен с терминами, не хочу никого обвинять, но скажем, можем с вами чисто и откровенно сказать, что амулеты, красные нити и скажем, подобные вещи, они были очень сильно расстроены раньше, и постепенно к нашему счастью и заслуге мудрецов, они их практически вывели из употребления. Скажем, иногда, может быть, человеку нужна какая-то уверенность, он хочет почувствовать какую-то защиту, он носит с собой книгу Таилин, такого маленького формата, ну, хорошо, пусть носит, но только пусть он не думает, что это дает ему гарантию бед и защиту от всех болезней, это можно, скажем, если спрашивают такой вопрос, можно ли носить книгу такую, ты им помогает ли это, можно сказать, что можно, при этом подчеркнуть, что это чисто психологически, чисто психологически, может быть, человек, нужно почувствовать, что с ним есть какой-то святой текст, очень хорошо, но чисто психологически, никакой, никакой мистики, никакого такого мистической защиты этот момент не даст, так же, как и красная нить, и, да, и с этим нужно быть очень осторожным, потому что мы знаем, Израиль, большая страна, здесь есть все, здесь иногда, к великому сожалению, авторитеты или мнимые авторитеты Торы предлагают лечение вместо обычного лечения, предлагают какие-то каббалистические средства, иногда дело, увы, кончается очень печально, с этим это просто практический вопрос, общий принцип это вера во Всевышнего, в его, то, что все ведет ко благу, это стремление сделать хорошо, исполнение заповедей, изучение Торы, это то, что нас приводит к успеху и то, что нам дает защиту, то есть наши реальные добрые дела, проникновение в Торы, вера во Всевышнего и это невозможно заменить никакими такими мистическими, физическими, каббалистическими предметами или предметами или действиями. естественно, молитва истинная молитва. Это то, что можно сказать. Опять же, нужно считаться человеком, если это облегчит его психологическое состояние, не амулеты, а если он, скажем, спросит, имеет ли смысл носить с собой книгу Туилим или книгу Торы, можно сказать, что возможно имеет смысл, но если это тебе помогает конкретно, как конкретному человеку, психологически помогает тебе. Это то, что я сказал по этому вопросу. Теперь, с вашего разрешения, если мы поняли примерно один из основных столпов праздника Песох, пасхальную жертву, поняли, что поняли ее значение в прошлом, поняли ее значение для нас или тот урок, который мы должны извлечь из пасхальной жертвы. Праздник Песох нам упоминает, дает нам силы особой очиститься от чужих представлений. А в принципе, конечно, нужно было бы работать над этим не только в праздник Песох, но и на протяжении всего года стараться вернуться к истинным понятиям Торы и отбросить все наносное. Дальше, если бы в этом плане мне вспоминается, я как бы хотел идти дальше, возвращаясь на секунду назад, вспоминается эпизод, который, может быть, мы с вами обсуждали, что после шестидневной войны Голдемейр встретился с Папой Римским и Папа Римский высказывал такое свое некоторое недовольство евреями. Понятно, что у него много есть к нам претензий, но вот с Голдемейр он обсуждал проблемы шестидневной войны и он спросил, почему же почему бы применили силу, почему бы силой забрали землю. Мы не будем давать подробности, что нам было делать и так далее, но сам вопрос Папы Римского исходил из христианской позиции, что применение силы нехорошо, что если Всевышний хочет тебе дать что-то, то он даст, и ты подожди, и если он обещал землю сыновьям Израиля, то зачем же им ее захватывать силой. Неважно опять же, насколько это соответствует реалиям, это то, что он высказал. Ответ Голдемейр был очень поучительным. Она ему сказала, но ведь это же наше, то есть мы совершенно не отрицаем, не отрицаем того, что у нас должна быть сила, то, что свои права, права на ту землю, на наше существование, на нашу национальную независимость, которую нам дал Всевышний, подарил Всевышний, мы не должны дожидаться этого и каждый раз ждать милости от народов, когда они нам это дадут. мы должны утверждать это силой, так что если это наше, значит это наше. Здесь нужно быть, конечно, осторожным и все, но в принципе, скажем, это также один из моментов, который нам следует понять, осознать, может быть, даже на уровне всего народа, независимо от того, кто соблюдает заповеди, кто не соблюдает заповеди, истинные представления Тора, они не помешают никому. Следующий шаг вашего разрешения на другой такой столб или другая центральная точка, если так можно сказать, это маца, который мы обязаны есть в Песахе. И маца мы представляем себе, что как бы такой исторический план, он в том плане, что сыновья Израиля не скажем, не готовились заранее к исходу, одни они приготовились, были собраны вещи, ну вот нужно было приготовить что-то в дорогу, но одни сидели и дрожали до полуночи, и дрожали до полуночи, и ждали наказания первенцев, и дальше ждали, когда Всевышний прикажет, они пойдут, другие пели песни Всевышнему от восторга, все равно чете и другие не приготовили пищу в дорогу, поэтому схватили тесто, которое только-только замесили, и понесли его с собой, и дальше это тесто где-то пекли на камнях или на костре при первой возможности, когда им удалось остановиться, и как бы в историческом плане маца это память о том, что исход состоялся таким образом очень быстро, и в таком напряжении, что даже не успели приготовить пищу, лепешки, не успели приготовить дорогу. Это исторический план, но понятно, что кроме исторического плана есть еще такой философский план. Маца указывает на что-то. Для того, чтобы представить себе такой философский смысл маца можно представить себе закон. Мы знаем, что мацу можно приготовить из пяти видов златовых, основными из которых являются пшеница и ячмень. Дальше производные злаковые от пшеницы и ячменя, всего пять видов злаковых. И только у этих пяти видов злаковых на всем белом свете среди всех растений есть фермент, который позволяет происходить процесс брожения. Если мы перемолим гречневую крупу, перемолим муку и попробуем сделать из нее хлеб, может быть, что-то и получится похожее, но в принципе те процессы, которые происходят в муке из гречневой крупы, они скорее похожи на гниение, чем на брожение. Фермент, дающий брожение, есть только в этих пяти видах злаковых. В Песах запрещен хамец и те злаковые, могут стать хамецом, которые могут разбухнуть, в которых есть этот фермент, из них можно сделать мацут. Мацут отличается по закону Туры. Она отличается от хамеса тем, что это тесто, которое не успело подняться. Что значит тесто не успело подняться? Тесто, которое не оставляли без присмотра настолько, я опять же говорю не с точки зрения практически глухи, потому что она несколько другая, говорю с точки зрения закона Торы, это тесто не оставляли настолько, чтобы оно начало подниматься. В трактате Псахим дается признак, замешали один из муку, одного из этих пяти видов знаковых, взяли муку, замешали с водой, оставили и замешали, получилось тесто и теперь это тесто начинает подниматься. трактате Псахим дается признак, как увидеть, что тесто поднималось. Одни изнутри считают, что цвет теста изменился, он стал более желтым, другие считают, что появились трещинки, на тесте, небольшие трещинки, они свидетельствуют о том, что процесс разбухания пошел внутри этого теста, он гораздо более серьезный, имеет более признаки, чем на поверхности. Самые маленькие трещинки не признак того, что тесто превратилось в хаммель. Мы знаем сегодня, что принято печь мацу таким образом, чтобы от замеса теста до того, как она попадет на сильный огонь в виде такой раскатанной лепешки, чтобы от момента замеса до попадания на огонь не прошло больше 18 минут. Можно сказать, скажем, скобка, что 18 минут это ориентир для комнатной температуры обычной, в теплой, в более высокой, при более высокой температуре, скажем, если тесто оставили, забыли, там, на пару минут около самой печи, там, где температура высокая, то это уже не годится. 18 минут это ориентир для комнатной комнатной температуры. Но, опять же, наш смысл, наш смысл того, что мы обсуждаем, цель того, что мы обсуждаем, это проникнуть в смысл, а не посмотреть все детали закона, что само в себе интересно и важно, но хотелось бы все-таки соприкоснуться со смыслом, потому что в большинстве других занятий мы это с вами не сделаем, не увидим. Теперь, что мы представляем с вами, что по закону Туры не говорят о 18 минутах, а говорят, что тесто не может стать хамецом все то время, пока оно находится в работе, то есть, пока его мнут руками, пока его бьют руками, по определению Туры тесто не может стать хамецом. Я еще напоминаю, мудрецы ввели ограничение 18 минут примерно, температура комнаты и так далее, все это. Тора видит момент таким образом, пока оно в руках, пока оно в работе, пока руки его скалка может быть, но с ним работают, раскатывают, бьют, мнут, оно по определению это тесто не может быть хамецом. И прямо из рук, как бы, из работы руками его бросают на сильный огонь, огонь должен быть в скобках такой сильный, чтобы солома загоралась сама от температуры, не от огня, от температуры, это примерно температура печи, в которой можно выпекать, можно выпекать мацу при более низкой температуре, это невозможно, мацу не получается, получается хамец. Вот, также в скобках можно заметить, что в тесте в общем-то обязательно нужно сделать дырочки, для того, чтобы влага, которая внутри самого теста быстро вышла, чтобы она не задержалась в тесте, потому что если она задержалась в тесте, даже на сильном огне, это может привести к тому, что это тесто будет считаться хамецом, а не мацуем. Но возвращаемся к нашему такому глобальному рисунку заповеди, руки разминают тесто, потом тесто попадает на сильный огонь, и тогда оно уже никогда больше не может стать хамецом, оно становится мацуем, естественно, пластинка тонкая, раскатанная, дырочки и так далее, все детали оставляем на стороне. Мы представляем себе тогда рисунок этой заповеди, о чем она нам рассказывает. Она нам говорит о том, что кроме влияния отрицательного народов мира, идей народов мира, идолопоклонческих идей народов мира, неверного представления о мире народов мира. Кроме этого, есть другая проблема, которая нам мешает совершить настоящий исход, стать по-настоящему свободными людьми. что это за проблема, это ощущение того, что я могу что-то, а иногда и все, я могу сделать сам. И этим отличается, как мы видим, отца от хамеца. Хамец взяли тесто, оставили его, и он собственной силой начинает разбухать. Если этот процесс дошел до такой стадии, что происходит внутреннее изменение в этом тесте, все пропало и делает хамеца. Не годен для еды в песах. Но если тесто постоянно находится в руках в работе, оно будет мацой, если бросить потом ее ногу. То есть мы понимаем рисунок, что по идее человек для того, чтобы отказаться отойти от желания, которое его тянет не в ту сторону, замутняет его представление о том, как следует жить, о том, как следует поступать, о том, какой правильный конкретный поступок вы выбрать в той или иной ситуации, для того, чтобы уйти от этих ошибок, человек должен ощущать себя постоянно в руках Всевышнего. Вот это образ, что мы разминаем тесто, постоянно работаем с ним руками, пока он не попадет на сильный огонь, и сразу не схватится, не затвердеет. Это образ того, что исход из Египта в духовном плане призывает нас отказаться от чужих представлений и почувствовать себя постоянно находящимися в руках Всевышнего. Это на самом деле не так просто, и будем надеяться, что Идама Ци в Песах она придает нам силы для того, чтобы обрести такое ощущение на целый год, а лучше бы и на всю жизнь. Идама Ци придает нам эти силы, а скажем, рисунок этой заповеди мы несколько с вами представляем. И у нас две заповеди пасхальная жертва им отца отказаться от чужого и почувствовать себя в руках Всевышнего. Не в руках своих желаний, которые связаны с материальным миром, которые вводят нас в ошибки, в ошибочные представления, а почувствовать себя в руках Всевышнего. И тогда, скажем, это на самом деле оказывается настоящая свобода. Почему? Потому что у нас есть душа и настоящая свобода связана с ее устремлениями и ее истинными желаниями. Можно представить себе человека, которого тянут его личные желания, которые, как правильно бывают отрицательными. И он идет за этими желаниями, и потом очень быстро жалеет о том, что он сделал. Если он жалеет об этом, то значит, это не он сам, не его истинное желание, это что-то наносное, что-то наносное тоже связано с материальным пластом нашего существования, для того, чтобы идти в правильном русле, в правильном ключе, быть самим собой, что в общем-то является настоящей свободой, для этого нужно ощущать себя постоянно в руках Всевышнего. Мир духовный, он парадоксален. Казалось бы, если себя постоянно держат в руках, то это не свобода, а тут получается наоборот. Мир духовный, он парадоксален. Это настоящая свобода, когда Всевышний держит тебя в руках. Это настоящая свобода. Скажем, потому что духовный мир, он действует несколько по-другому, в другом плане, в другом аспекте. Мы представляем себе, что в материальном мире действует закон Архимеда. Если ты бросаешь какой-то, скажем, шарик в воду, то он вытесняет воду. То есть либо шарик, либо вода. Если шарик приходит на место воды, то вода вытесняется. В духовном мире это не так. В духовном мире разные сущности, противоположности, они могут существовать и не могут, они существуют вместе, не отрицают друг друга, не вытесняют друг друга. Также как бы, скажем, если так можно представить образно, душа человека и Всевышний, Всевышний не вытесняет душу человека. Наоборот, чем полнее раскрывается Всевышний, тем полнее раскрывается душа человека. Как бы, если так можно сказать, можно представить себе такую форму, несколько шуточную, чем больше Всевышнего, тем больше меня, а не наоборот. если мы вспомним опять же шутку, что Тартаковский из рассказов, как это делалось в Одессе, спрашивал, где кончается пеня и где начинается полиция, то в духовном мире такой вопрос неуместен. Там нету границ, где я, а где Всевышний, где мое желание, а где его желание. Есть и мое желание, и желание Всевышнего, и они существуют вместе, и они не противоречат друг другу, они, если так можно сказать, раскрывают друг друга образом, условно, я не настаиваю как бы на вот этой фразе «раскрываю друг друга», не настаиваю на этой фразе как на чем-то очень точном. Теперь, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я готов стараться на них ответить. Тихо, у меня вопрос, Равзеев, можно? пожалуйста. Вот у меня тут, конечно, минутку не было интернета, я пропустила, вдруг вы уже об этом говорили, извиняюсь. Мне интересует вопрос, вот я сама с детьми, сейчас придет Песох, я в том году сама году читала, можно чтобы ее женщина читала? Ради Бога, на здоровье, на женщинах лежит такая же обязанность провести пасхальный седр, исполнить все заповеди пасхального вечера, была бы пасхальная жертва, была бы обязанность, у женщины есть пасхальная жертва, обязательно, все заповеди Песоха распространяются на женщину. Ничего предусудительного нету в том, если даже женщина что-то прочитает или что-то расскажет в кругу семьи, в обществе, скажем, знакомых или за столом что-то она расскажет, добавит или просто повредет пасхальный седр, в этом нет ничего предусудительного, потому что все заповеди решат на женщин. Обычно это не было принято, но я думаю, что везде, где женщине можно дать руководящую роль, это вполне допустимо и возможно и в наше время это очень даже уместно. Спасибо. Еще один вопрос. А если когда читаешь о году и ты все перепутал, вот я в том году делала первый раз, я там такого на Куролесе, хоть там и все написано, это грех или не грех? Я уверен, я уверен, что на небесах все расставили в правильном порядке. Амин. Есть несколько хасидских и хасидских историй, я не очень большой поклонник хасидских историй, но безусловно, везде есть очень много всего хорошего и замечательного, есть история о человеке, который оказался в Йом-Кипу, не успел доехать, оказался в поле, иврит он не помнит, молитву он не помнит наизусть. Он говорит, он обратился к Всевышнему и говорит, я буду произносить букву алфавита, а ты сам складывай молитву из тех букв, которые я буду произносить. Так что у нас примерно такая ситуация. Я вас уверяю, что чистые намерения очень важны. Если говорить с точки зрения закона, как сделать лучше, как сделать лучше, то в пасхальном седаре есть отмечены в каждой Агаде 15 ступеней. Все эти 15 ступеней следует исполнить по порядку, не пропуская ни одну из них. Есть мы начинаем с Кедуша, Кедуша это один из четырех бокалов, и так далее. Можно говорить о пасхальной Агаде более подробно. Но в принципе есть 15 ступеней, туда входит и омовение рук, и еда Карпаса, и в самом конце еда Афикамана, и хвалебный гибный Всевышнему Аллель. Как правило, в Агаде перед пасхальным седаром отпечатаются эти 15 ступеней для того, чтобы можно было следить, не пропустив или что-нибудь из них. И очень-очень важно исполнить все 15 ступеней. В общем-то, все их следует исполнять полностью, за исключением Магады, которую тоже желательно прочитать полностью, но, скажем, если человеку трудно, то ему нужно упомянуть хотя бы какие-то моменты из Пасхальной Агады и самой Пасхальной Агады. Как и говорится, что Иллия Закен, Иллия Старший говорил, что три вещи обязательно упомянуть. Это Пасх, Маца и Марор. О том, что такое Пасх, о том, что такое Маца и то, что такое Марор, необходимо рассказать. Это минимум, который человек исполнив, он исполнит обязанность рассказа в Пасхе. Сам по себе рассказ в Песах это как бы я бы сказал некоторое такое искусство, как каждой заповеди нужно готовиться, тем более к рассказу в Пасхальный вечер необходимо готовиться, нужно что-то придумать, чтобы заинтересовать ребенка, нужно придумать какие-то новые рассказы, совершенно не обязательно, а иногда и не нужно подряд читать просто Агаду, чтобы никто не понимал. Есть семьи, которых понимают, которых это делают быстро, так там можно еще вставить очень много по дороге, рассказать всего, а если в семье чтение Агады вызывает затруднения на иврите или даже на другом языке, потому что это непонятно как-то, непонятно, о чем идет речь, тут можно сократить текст Агады с намерением, когда-нибудь прийти к его полному чтению на следующих цедрах. Но главное, главное, это заинтересовать ребенка, создать у него ощущение праздника, чего-то интересного, есть игры, в которые можно играть и придумывать. Каждый придумывает я за то, чтобы каждый год придумывал что-то новое. я, например, несколько лет подряд просто делал свою семейную Агаду с портретами семейными, там, каждого привязывал к какому-то событию, вот, доставали эту Агаду, каждый рассматривал и искал себя и соотносил себя с какими-то событиями песок, уже все как бы начинало крутиться, все было интересно, и то есть каждый раз нужно что-то придумать, это очень-очень важный момент для воспитания детей, особенно для себя, для семьи, для младшего поколения очень важный момент, чтобы это было интересно, не было слуха, вот, так что могу поделиться каким-то опытом могу в почте или в наших там на нашем сайте выставить какие-то соображения, это пожалуйста, да. А у меня еще, можно вопрос? Можно, если на 8 марта духов надарили, что делать с ними в песах, ну, не выливать же их. Нет, выливать их не нужно, опять же, хотелось бы разобрать подробно законы, но, видите, я стараюсь все-таки сделать акцент на смысле, если коротко говорить о законе, хабетцам называются вещи съедобные, то, что люди едят, скажем, то, что человек может съесть, или то, что может съесть то, что может есть собака, а то, что люди не едят, это не называется хамец, просто по определению хамец это съедобное, по крайней мере, съедобное для животного, поэтому, если в вашей местности не пьют тройной одеколон уже, то правило такое, косметикой не пользуются на всякий случай, обычной косметики, в которых есть спирт, и когда ты не уверен, может быть, этот спирт сделан на пшеницу, опять же, он не является хамесом, но в всякий случай не пользуется то, что принято, и это отставляют, и даже нет необходимости включать в те продукты, в те предметы, которые ты продаешь, которые идут у тебя на продажу кому-то из неевреев, просто косметику отставляют, это то, что принято. А можно дома, сейчас в условиях этого карантина, делать самим мацу? Это очень трудно и очень проблематично, у меня есть такой опыт изготовления мацы в московских условиях в обычной печи, обычная газовая печь, обычная газовая печь, она не дает необходимой температуры. Мы сказали с вами, что солома должна зажигаться сама от той температуры, которая есть в печи. Это необходимое требование. я думаю, что не имея достаточного опыта, очень трудно сделать мацу в домашних условиях и из-за проблемы температуры, из-за замеса, и из-за того, какой мукой вы будете пользоваться. мука, которая проходит очищение на уровне зерна, скажем, ее вымачивают в чарнах, она уже не если мука делается зерна, она уже не годится и так далее. То есть это сложнейший момент. Я вам все-таки посоветовал постараться как-то достать мацу. Каким образом достать магазины, которые из-за этого вируса в Европе, в частности Кошер-4, уже мацы там нет. Все. Невозможно заказать через интернет. Я есть пачка осталась с того года, но я не знаю, можно употреблять с того года? Мацу с прошлого года можно употреблять в таких условиях, вообще нет никаких сомнений, если у вас осталась маца с прошлого года, и тем более упакованная, приберегите ее на Песах, и ей пользуйтесь, это гораздо лучше, чем с таким большим риском сделать хамец вместо мацы, гораздо лучше воспользоваться мацой, которая у вас уже есть, кошерная маца с прошлого года, вполне, 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 в таких условиях сто процентов годится. Спасибо большое. Не, за что, вам спасибо за вопросы, у нас почему-то наша аудитория, либо я перегибаю, как бы завышаю планку, да, либо что-то еще, я чувствую, что вопросы у нас ушли, раньше все-таки были какие-то, в последнее время нет. Так что, вам спасибо за вопросы. Не, у нас все еще есть вопросы. Давайте спросим, может быть, кто-то еще хочет спросить, у кого-то что-то наболело, если нет, то пожалуйста, еще может быть несколько минут у нас есть. Пожалуйста. Я думаю, что если у народа нет вопросов, они вполне продумывают и нам зададут их в любой удобной для них форме. Окей? Я со своей стороны хотел добавить, я сейчас в чате написал, здесь расписание всех наших занятий. Окей? Нажмите на этот линк, прежде чем мы закончим наше заседание, а заодно добавляю на главной странице вот этого сайта britulam.ru там сразу же вы увидите с правой колонки есть идет новостная как бы лента всех записей, которые появляются даже не только с нашего канала, а вообще с пяти каналов, то есть канала britulam, канала mohonmir, канал lelmot, еще один не помню. Окей, поэтому все в вашем распоряжении. хорошо. Это просто замечательно, то, что есть здесь и в Махом мир, где есть занятия, это просто, мне кажется, очень расширяет наши возможности. Просто замечательно. Окей, за всем заканчиваем. Спасибо всем за внимание и все вопросы в любой возможной письменной форме. Всего-всего самого доброго, надеюсь, на встречу на следующей неделе. Окей, напоминаю, завтра, если ничего как бы не изменится, то по расписанию у нас в пять часов все времена израильские. Пять часов у нас занятие по книге урод Рава Куку, в шесть часов есть Равзеф Рубенс «13 принципов веры и не только так было сказано. И восемь часов есть еще одно занятие организации места встречи. Окей, всем счастливо и до свидания, пока!